И что нужно делать для того, чтобы у нас информация все-таки читалась на входе и на выходе? Проблема возникает в чем? Можно было выбрать и просто ниточку подавать. Ноль и подавать. Минус такой. Вот у нас, что мы записывали? Один, ноль, один, ноль, ноль, один, все. Прочитаем, что, допустим, здесь вместо трех нолей два, это возникает из-за того, что... Прошу, Мини, добейте до полупайки в единичку, он породится. Есть? Это неправильно. Откуда у вас неправильные? Нет, там, про акканирование. То же самое, что смотрели. Вот. Ну, вот эти пять правильных. Здесь вместо двух единичек может причитаться. Да, например. Но вместо рядовый может причитаться два. Но если бы предали чайный фон... Ну, раз не заполнил. Ну, раз не заполнил. Не заполнил. Мы писали вот... Чуть-чуть расползтись, мы поймем, что причитается. Это в лучшем случае? Да. Это если повезет. А если не повезет? Если повезет, то повезет, если повезет, то повезет. У нас возникнет ошибка в передовой информации. Будет информация искажена и неправильно. Поскольку идеально так, то в генераторах нет, нам приходится что-то придумывать. Что мы будем придумывать? Придумать можно сначала следующее. Можно, если у нас бичка передавать плюс, положить на сигнал. Если ноль, то так с этим. Секунду. Сигнал – это у нас что? Это переход, перепад напряжения, да? Да. Ну, то есть... Ну, в смысле не перепад, а в смысле... Мы можем либо ноль, либо плюс, либо минус. Плюс – это единичка, минус – это ноль. Импульс, да? Импульс, конечно, правильно. Хорошо. Тогда будет... Так. 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 Вот. Примерно так. Значит, все было замечательно. То есть, вот мы идем, читаем. И пишем. Вот у нас сам исход. В принципе, содержит информацию о том, что пора читать. Как вот это вот переход. Ага. То есть, как только... Приходит переход, значит, пора читать много, смотрим просто. Но, как и выяснилось, что вот такого варианта тоже есть минус. Итак. Это вот эти вот места. Здесь может получиться так, что не заметится этого перехода и прочитается как один из ноль. И опять будет ошибка в получаемой информации и... Ну, это отдельный вариант, который связан всегда с отоплений. Какой принципиальный недостаток у этого варианта кабеля? Ну, если у нас... Ну, если у нас... Ну, если у нас ошибка какая-то есть, то ее невозможно заметить. Невозможно заметить ошибку, а с точки зрения пропускной способности кабеля в чем проблема? А. Ну, это требует довольно сложных вот так вот генераторов и плюс, и минус. Ну, это проще, на самом деле. Делается... На самом деле, фокус в том, что здесь достаточно высокая получается результирующая частота передачи данных. То есть это плюс? Это минус. У нас на то, чтобы передать 8 бит, ну, 8 бит, можно сколько сделать переходов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В два раза больше. Потому что на каждом... Да, это сюда... У нас, в это растет частота, и мы, собственно, без того разогреваемые полосы пропускаем. Камера способна пропустить, скажем, 10 бит, но реально прогонение не получается. Хорошо. что-то. Что еще будем делать? А дальше? Дальше думали. Думали-думали, придумали еще один способ. Если у нас единичка, то изменяем всегда. Значит все, 0, не изменяем. Выдем так, так, вот. То есть так. и генератор не совпадает точно, и то это по полосу. Это не происходит, что здесь только три нуля, а если больше, то можно включать уже неверное количество нулей, и будет не то. И здесь. Здесь мы используем для кодирования, там состояние перевода. Что можно с этим сделать? Здесь опять же есть проблема бесконечных нулей и бесконечных единиц. Нет, бесконечных единиц в принципе нормально. Мне бесконечные единицы. Проблема бесконечная. Человек с ней борется. Ну, в смысле, передавать не нули, а что-нибудь вместо них. Это? Ну это дальше. Хорошо. Еще последний вариант, нольчетверский код. Если у нас ничка, то это мы в плюс пошли, ноль и минус пошли. Идет единичка. Раз, два, минус, единичка. Давай. Зашел здесь. Будет актовый генератор. Ага. А здесь, если мы пойдем дальше, вот так. Ну, кстати, очень плохо. Поэтому, что мы так и делаем, все это зашло. Видно, что десять единиц. Значит, поэтому мы быстро делаем скачок поверх. Ну, там скачок еще такой меандр. Ну да. Чтобы никто не заметил, что вроде не подсчиталось. После этого делаем еще раз вниз. То есть, читается только вот этот спуск вниз и этот спуск вниз не читается. На самом деле, здесь мы задаем саму факту перехода, начало отсчета. Поскольку мы знаем. Ну и длину, мы совершенно спокойно можем все что то и то проигнорить. Так. Мы... Мы... Так. Мы... И абсолютно точно так же. Последнее. Так. Ну, значит. Чем это хорошо? Хорошо это тем, что придается довольно... Ну, ошибка, мы говоря. Скорее всего. Скорее всего, все так, как здесь нужно. Но есть минус. Каждый символ задает каптную частоту. Но есть минус. Минус в том, что идеаль потеряет в два раза. То есть... Потеряет опускную способность. Да. Опускную способность. Ну, это просто и удобно. Да. Простой его даже сейчас. Выключи, если там используется постоянно. Очень много. Хорошо. То есть, для XRN10BST он, кстати, используется. Ну, да, да. Вот здесь вот. Ну, просто 10BST, наверное. Безмассительная фитерия. Мы имеем капель опускной способностью. 20 МГц. МГц. А если мы увеличиваем свой способность, скажем, до старта, что нам такая веса? Сколько нам нужно при Манчестерском кодировании? 4-5А. Нужно 40. Ну, так забольше. Ой. Мы увеличили здесь 10. Здесь у нас сколько стоит потребность в МГц? Да. Нет. Было 100. Было 10. Стало 100. Было 20. Стало 200. Это уже Мурсовец. Да. По цене. Получается просто разы. Поэтому что можно сделать? Можно делать 4-5B. Ну, 4-5B. В чем суть идеи? Суть идеи, что вот у нас есть. И вот у нас идет последовательность 0,0,0,0,0. Мы ее преобразуем в последовательность 1,1,1,0. Вот у нас идет последовательность 0,0,0,1. В чем суть идея? Суть идеи. Вы могли вам эту табличку показать, как хотите полную? В чем суть идеи? Суть в том, что вместо 4 приходит 5. Причем? Есть всего 16 комбинаций, они изменяются на 32. Получается 16 мы используем, а 16 не используем. То есть есть 16 правильно, а 16 запрет. Если нам пришла какая-то 16 запретная, то тогда мы понимаем, что у нас произошла ошибка, мы можем это проверить. И причем эти коды продавать таким образом, чтобы они не могли один в другой прийти при дезинформизации. то есть разводные исходные. То есть эти самые комбинации, подобные таким образом, чтобы испить максимальное количество переходов 0,1, на длинную последовательность. То есть мы начинаем передавать цепочку 0, но все равно будет быть непрерывная передача одного и того же уровня, не больше, чем 4, так почти не больше. На этом интервале обязательно будет переход. И это изменится. Для других наборов переходы будут происходить еще чаще. Таким образом мы можем потерпеть небольшое расхождение тактовой частоты, потому что там за 4 периода на четверть тактовые генераторы не разбегаются. Это лишнее. Не разбегаются максимум до единицы процентов. Этого можно пережить. Плюс мы имеем, конечно, ответные терминации. Какая есть еще версия? 6.8. 6.8. Зачем она нужна? Ну, потому что при 6 бит и 8 бит, мы можем послать из 6 кадров, и из них 192 является запретным. То есть, вероятность, если ошибка произошла, то, скорее всего, он точно меня заметит. Да, вероятность принимать ошибку в 3 четверти. Четверть? За четверть запретных, одна четверть. А чем это лучше, чем это хуже? Ну, пропускная способность меньше, но вероятность ошибки уменьшится. Сколько вы теряете в случае 45? Одну четвертую, одну пятую, одну пятую, третую, третую. А тут третью или одну четвертую. То есть, здесь, поможем, для 100 бейсит, да не можем, на самом деле, ограничиваем все. Да. Дальше. Мегагерцами. А для вот этого нам потребуется все так запретировать? Аааа. Так. Еще одну три. Вот 33. Ну, да. То есть, да. Ну, например. Ну, 33. 34. Ну, 3 в периоде. Да. Понятно. Хорошо. Примерно как оно и есть, на самом деле. Провода, и мы, примерно, забрались.